Разве можно отсюда сбежать? Есть безумцы, которые все-таки пытаются, на свой страх и риск совершая невозможное для нормального человека. Он на пальцах смог, цепляясь за выбоины в кирпичах, добраться до самого верха, вот, этой стены. Как может человек отнести к этому, когда ему дают двадцатку? План совершения преступления был разорвотан, на мой взгляд, просто. Гениальные комбинаторы, бесславные подражатели великих афер Фрэнка, Абигнейла и Томаса Крауна. Они тоже рискнули устроить из своего побега настоящее голливудское кино. Преодолеть семь, по-моему, это запредельное что-то. Высшие силы помогают. Все, человек шел на все. Идеальные побеги, если и случаются, то только в кино. А в реальной жизни беглецов ловят и снова возвращают в тюрьму. Вместо хэппи-энда в финальных титрах – банальный конец. От трех до восьми лет за побег к основному сроку. И прекрасно все осознают, знают, что рано или поздно они будут пойманы. И обратно возвращены в места лишения свободы. Но, тем не менее, глоток свободы делает свое дело. В любом случае, наказание неотвратимо. 22 марта 2012 года из колонии строгого режима в поселке Шексна Вологодской области сбежал заключенный. Как? Очень просто. Улетел на вертолете. Информация о совершении побега поступила нам в 9 часов утра. Естественно, первая реакция была недоверие, потому что способ, выбранный осужденным для побега, является нестандартным и достаточно экстремальным. Многие сотрудники подумали, что это какие-то очередные учения. Но это были не учения, а самое настоящее ЧП. Выяснилось, сбежать Шестакову помогали двое сообщников. Немедленно по тревоге были подняты все оперативные сотрудники полиции. На территории Вологодской области началась операция «Вулкан» по задержанию преступников. Порядка 150 вооруженных сотрудников с нашей стороны, ну и со стороны ОМВД, я предполагаю, что количество, наверное, было многократно больше. Было организовано усиленное патрулирование, была осуществлена работа на постах ДПС. Практически на выезде и на въезде в город проверялись все машины. Когда поступила ориентировка, что преступники вооружены, под охрану были взяты все школы и детские учреждения. На улицу вышли патрули. Мы использовали здесь телевидение, радио, интернет. Потому что в данной ситуации, сами представляете, действовать без помощи граждан практически невозможно. Из личного дела Алексея Шестового. 1976 года рождения. Осужден по нескольким статьям. Воровство, грабеж, убийство. Получил 24 года. Отсидел из них больше половины. Через 8 лет Шестаков мог подавать прошение о досрочном освобождении. Но выбрал побег. Причина? Как оказалось, очень личная. Мы с ним познакомились 12 декабря. И у нее был, оказывается, день рождения в этот день. То есть я разговаривал по телефону с человеком. Общался. А она оказалась, скажем так, вот рядом. Она – это Татьяна Важалина. Они никогда раньше не виделись. Зато могли часами говорить по телефону. И однажды Шестаков понял. Он пойдет ради этой женщины на все. Даже на побег. Ну, роман был, очевидно, да. Роман был. И, возможно, они испытывали какую-то симпатию друг к другу. Из личного дела Татьяны Важалиной. 1976 года рождения. Ранее судима за незаконный оборот наркотических средств. Отсидела три года. К чему? Я скажу тебе. Вескому ученику. Вот, очевидно, что Шестаков втерся к ней в доверие. Она, будучи человеком, который способен вовлечься в какие-либо интриги, вот, согласилась ему помочь в этом. И Шестаков решил, пора действовать. Цель ясна. Осталось определить способ. Как? Было несколько вариантов. То есть прыгать на забор глупо. Подкоп пищеводный. Ну, с нынешними этим самыми аппаратурой и так далее тоже глупо. То есть насколько же надо в глубь уходить, чтобы докопаться. Шестаков выбрал самый неожиданный и изящный план побега. На его реализацию ушло всего 10 дней. 10 дней. 10 дней? За 10 дней всего? Да. Именно эти 10 дней потрясут всю систему уголовно-исполнительного наказания России. Применением бензопилы, из которой делали, так сказать, летательный аппарат, это, да, классический пример. Он и есть в анналах конвойной службы и как учебное пособие проходил. А с применением, конечно, вертолета, это первый, наверное, случай действительно вот в России. Бежать или не бежать? Этот почти гамлетовский вопрос задает себе каждый заключенный. Известно, что первые три года самые трудные. В тюрьме свой календарь. Там день тянется как месяц, а год как целая жизнь. Самое трудное считать и ждать. Осужденный Моисеев считал и ждал 10 лет, исположенных 20-ти. И сорвался. В буквальном смысле. В бега. Значим факт, условно, досрочное освобождение. То есть раньше времени выйти из-за несрешения свободы. Более того, он, в первую очередь, хороший имел. Он был столяром, он не просто там сидел, а он выходил там, скажем, в промзону, работал, свободно передвигался. Я просто хотел помочь доченьке. И если бы я это сделал, допустим, успешно, что это прошло, я бы раз-напросто вернулся бы. Потому что прятаться, если бы по чужой фамилии, мне не хотелось, или не хочется, я бы просто вернулся, помог бы доченьке и вернулся. Из личного дела Ивана Моисеева, 1960 года рождения. Осужден по статьям УК РФ, 105-й убийство, 126-й похищение человека, 117-й истязание на 20 лет лишения свободы. 20 лет, я считаю, что не 20 лет. В макере можно за неделю умереть. А 20 лет – это ужас. Это очень большой фейер. Для меня, конечно, это осуществляется макер. Это было приговором. К смерти просто-напросто. Моисееву всего 52, хотя с виду он настоящий дед. В тюрьме его так и зовут – Дед. Иван Андреевич здесь в большом авторитете. На свободу выйдет в 70 с лишним, если, конечно, досидит. И уже не дедом, а глубоким стариком. А значит, кроме времени и свободы, терять ему нечего. История этого побега началась в день, которого ждут почти все заключенные. Ну, у нас был день открытых дверей, проводился в воскресенье. Это 14 октября 2012 года. Приезжала к нему дочь, Ромова Эфимея. Вот, она ему как бы жаловала, что не хватает денег, нечем кормить детей. Когда на последнем свидании встала разговор, доченька, ты чего не лечишься? Ты же мужу здоровый нужно, детям. Если с тобой что-то случится, дети куда, чего? Как? Что с ним будет-то? Одно небольшое уточнение. 20 лет колонии Моисеев получил за убийство родного сына. Денису было всего 21. Он украл у отца деньги. За это папа его вначале запытал до смерти, а потом зацементировал тело в гараже. Спрашивается, с чего вдруг такая неудержимая любовь у отца к своей старшей дочери Фиме? Исходя, опять же, из его показаний, мотив его победы и цель, куда он двигался, это его дочь, которой он якобы хотел помочь материально. Но, опять же, как он это мог бы сделать, если он находится в инстаграме лишения свободы. Помочь доченьке, а потом вернуться в тюрьму. Возможно, когда-нибудь по этому трогательному сюжету даже снимут кино. Но пока в реальность этой истории верится с трудом. Думаю, что это замысел, побег, возник у него 7 минут. Планировал. Окончательное решение ко мне пришло вечером, что если я уйду, я помогу дочке. Если я не уйду, убьют, то значит, это само тому и быть. Эту ночь, это мы, с 14 на 15, я просто не мог успокоиться, я ночью не спал, не мог заснуть. Получив момент, он при помощи деревянного шеста и проволоки сделал замыкание в электроцепи, тем самым обесточив на непродолжительное время колонию, где он содержался. Он вопросы по электрике кое-какие знал, с вещем даже доска была прислонена ближе к фонарю. Это все элементарно. Господи, человеческое соображение. Только самый тупой не сможет это сделать. Человек не за урядной способности. Преодолеть семь. Помос, это запредельный что-то. Ведь он как бежал, он руками раздвигал проволоку колючую, ягазу. Его взять нельзя, руки. Все равно что-то брать нож и провозить руками. Ну да, ягаза. Когда я преодолевал, я ничего не чувствовал, ничего не думал. И это все произошло очень быстро. И происходило все как в тумане. Что я еще могу сказать по поводу этого? Как то, что быстро он перемахнул забор и все. Что еще? Действительно, добавить больше нечего. Словно дубровлаг в Мордовии не зона, по периметру которой километры колющей проволоки, караульные вышки из десятых злобных специально обученных собак. А еще сенсорная и электронная системы наблюдения в придачу. Подумаешь, пустяк. Говорили, что там вот женщина была, она его видела якобы, но не стрельнула. Она подняла тревогу, то есть сделала все как надо, но не смогла выстрелить. Если бы она могла выстрелить, то тамат, и все бы там промахло. В недавнем прошлом все зоны охраняли солдаты-срочники. Теперь на караульной вышке может стоять любой контрактник. Мужчина это или женщина. Без разницы. Женщина-мать, женщина-хранительница отчига, и она не должна нести службу с оружием. Но, к сожалению, всегда так получается. А женщина более выносливая на сайте. Может быть, он бы и не убежал, а если бы там не женщина была на вышке, которая бы стреляла, как бы. Возможно, и Алексей Шестаков не улетел бы на вертолете, если бы не женщина. Тонкий знаток психологии он рассчитал. Если на караульной вышке окажется женщина, значит, есть шанс, что хотя бы на полсекунды она промедлит с выстрелом. Так и случилось. Предоставлю ему время, чтобы он отказался от своих намерений. В дальнейшем окреп, стой. Применение огнестрельного оружия в воздухе и при попытке пресечения основного ограждения применение оружия на угрожение. Так положено действовать в чрезвычайной ситуации по уставу охранной службы тюрьмы. А как было на самом деле? Я вам скажу так. Вот эти же в армии, да? Подерживающиеся мишени. С 350 метров. Это еще одна немаловажная деталь, которую Шестаков учел во время своего побега. Расстояние от вышек до плаца 350 метров. Охранники вооружены автоматами Калашникова. Попасть в человека с такого расстояния почти невозможно. Зато шансы уйти на свободу живым растут. Вот он неординарный человек. И этот неординарный человек спланировал все. Причем еще за полгода до побега. Для начала он наладил дружеские отношения с заместителем начальника колонии. С целью облегчить, так сказать, условия своего содержания, Шестаков обратился к Беловикову и предложил ему за взятку, чтобы он разрешил ему проживать отдельно от других осужденных в спортивном зале данного исправительного учреждения, а также пользоваться мобильным телефоном, звонить с него. В общем, активно его используют. Потом Шестаков добился, чтобы с него сняли метку склонинг к побегу и изменили режим содержания на более свободный. Затем у заключенного появился телефон и даже интернет. Цель побега была ясна. Оставалось придумать способ. Как? Это умный человек. Ну, ничего, что дурак такую схему не придумал. Шестаков связался по мобильному телефону с авиакомпанией и заключил контракт на аренду Ми-2. Для побега подходит идеально. Но как вертолет прилетит на зону? Это ведь не такси. И тогда был разработан план, достойный российского Джеймса Понта. Я получил все условия контракта. Потом осталось исполнителей. На роль исполнителя Шестаков назначил ту самую Татьяну Важалину, который стремился и по которой сходил с ума. В назначенный день Важалина вместе со своим приятелем из Питера Александром Русаковым должны были подняться на борт вертолета, а затем посадить его уже в колонии. Из личного дела Александра Русакова. 1975 года рождения. Неоднократно судим. Наркоман. Последний срок получил за разбой. Ну, они себя выдавали за, так скажем, важных гостей для перелета, которых вот был арендован этот вертолет. Шестаков имел возможность, здесь придется признать, по телефону давать указания этим лицам. То есть, все-таки, головой во всем этом был именно Шестаков. Но, однако же, всю роль по найму вертолета, по, значит, дальнейшему определению пути побега играли его пособники. Вертолет заказан. Исполнители ждали отмашки. Шестакову оставалось организовать наземную часть побега. Он понимал, чтобы уйти от преследования, машины нужно менять, как перчатки. Шестаков договорился с тремя таксистами. Каждой машине определил точку посадки и высадки. Никто из водил не должен догадаться о побеге. Каждый знал, что в правом степени получился. Когда до побега оставалось всего три дня, Шестаков неожиданно меняет план. Сажать вертолет на плац слишком рискованно. И беглец, и машина могут превратиться в доступную мишень. Тогда Шестаков решает. Лучше он зацепится за трос пролетающего в небе вертолета и так покинет зону. Я человек, который, скажем так, адреналином, что ли. То есть в свое время я летал и на парапланах, и на дельтапланах, и на крыльях. Да, Шестаков вообще это человек интрига. Побег этот был совершен как попытка Шестакова показать свое я перед преступным миром, который отбывает наказание. Во-вторых, может быть, он хотел в какой-то мере показать несовершенство вот той уголовно-исполнительной системы. Человек-адреналин. Человек-паук. Именно так называли Виталия Островского, заключенного из Бутырской тюрьмы, который тоже решил проверить на прочность уголовно-исполнительную систему. Неординарно относился к сокамерникам, так сказать, отрабатывал, можно сказать, на них технику ударов, прыжки, резкое взбирание по отвесным стенам, вследствие чего его и прозвали-то Человек-паук. Чтобы спланировать идеальный побег, должен человек обладать достаточно очень высоким уровнем интеллекта, соответственно, вот физической подготовкой. Из личного дела Виталия Островского, 1985 года рождения, родом из Белоруссии, служил в армии, занимался альпинизмом, обладает большой физической силой, склонен к апатажу, криминальная специализация, кражи. У него случилось психическое расстройство, диагноз точно я сейчас не скажу вам, его привезли сюда. Это психиатрическая больница, следственного изолятора номер 2 города Москвы. Островский понимал, что долго его держать в психушке не будут, и в скором времени переведут в обычную тюремную камеру. Однажды, сидя на шконке, он услышал, как охранник открывает дверь. Сейчас или никогда, решил Островский, и бросился на охранника. После того, как оттолкнул охранника, он спустился по лестничному маршу и выбежал вот в эту дверь. Это как раз была на тот период рабочая дверь, через которую осуществлялся вход-выход на данный корпус. И вышел вот сюда, во двор, значит, путь его был вот туда, в угол. Вот в этом месте, вот вы сейчас видите, идет стена. Вот эта стена высотой была вот прям до самой вышки. Подготовка его была настолько физически хороша, что он на пальцах, цепляясь за выбоины в кирпичах, мог добраться до самого верха стены и оказался перед часовым. Солой среагировал, увидел, но не успел. Он пока сделал предупредительный выстрел вверх, он уже перепрыгнул через забор, а в сторону уже за забор стрелять часовой не стал, потому что там находятся живые дома, вот и могли попасть гражданские люди. Его задержали аж в Финляндии, вот, и потом передали сюда. Вот он бегал, прошел все, считайте, границы, это и Россию, и финскую границу. Вот задержали его финны, вот тоже там на попытке кражи, депортировали сюда, и здесь он уже за побег был осужден. Дали ему три года общего режима. Вот и сейчас он будет направлен отбывать наказание, а после чего будет уже передан в Белоруссию. А это Евгений Печенкин, человек-крот, мошенник и аферист, который сбежал из новосибирской колонии. Самое хорошее оружие – это мозги. Это страшнее пистолетов, страшнее любого оружия. Бывший прораб. Он втерся в доверие администрации и был назначен бригадиром на стройке новых бараков. А сам тем временем рыл подкоп из сарайчика, где хранились инструменты. На все ушло 4 месяца. Вертикальный лаз был прорыт на 5 метров, чтобы под землей обойти защитные сооружения и средства охраны. Потом вперед еще 100 метров и еще 8 метров под углом, чтобы выбраться на поверхность. Для удобства в тоннеле были проведены свет и вентиляция. Во мне здесь живет самый настоящий внутрь. С мастерством крота Печенкин орудовал обычным мастерком. Копал сначала сам, но ближе к зиме подговорил еще двоих зэков. Землю выносили в карманах или незаметно в картофельных мешках и рассыпали на соседней стройке. Всего, по словам Печенкина, они нарыли 3 КамАЗа с прицепами. Ненавижу, и вас тоже ненавижу. И вот оператора ненавижу. За что ненавидит новосибирский крот Печенкин оператора, непонятно. А вот два сообщника этого беглеца, которые помогали вырыть рекордный лаз для него, точно имеют полное право ненавидеть Печенкина. За два дня до побега он предложил своим сообщникам отдохнуть. Как-никак впереди Новый год. Те согласились. И зря. Хитрый Печенкин сам закончил рыть тоннель в ночь под Новый год. 31 декабря в последний раз окинул взглядом свое подземное творение и ушел на волю. А его друзья-пособники получили по 2,5 года сверх прежнего срока. Так Печенкин потерял друзей. Ловили Печенкина долго, но на след вышли сразу, как только пальчики крота засветились в очередной финансовой афере. В итоге Печенкин получил срок по новому делу, а заодно и срок за старый побег. Неважно, кто ты, человек-крот или паук. Каким бы гениальным ни был задуманный план побега, и как бы удачно все не начиналось, заканчивается все одинаково плохо. Снова тюрьма. Новый срок. Да еще с ужесточением правил содержания. Заключенный Моисеев по кличке Дед об этом знал, но все-таки совершил свой побег на рывок. Конечно, я считаю, что у меня высшие силы помогали. Конечно, считаю, пусть это вам смешно покажется, что мне по мукам было хранить. Потому что такое препятствие преодолеть просто-напросто невозможно. Кроме высших, к месту преступления в республике Мордовия начали стягиваться другие силы, органов внутренних дел. В результате разоснанных ориентировок были представлены приметы Моисеева, его возможные связи с родственниками. Он бежал в сторону леса. При этом, упав, перекувыркнулся, почувствовал себя как в воде, почувствовал, что ноги не доставят дна, решил, что это речка. Ну, как, скажем так, Казани работал. Видите, на какую-то дорогу из леса просто-напросто и двигаться в сторону населенных пунктов. Просто шел, бежал он, а как выжить, об этом тоже не думал. Я так понимаю, он сбился с пути. Завидев в сумерках огни какой-то деревушки, Моисеев решил, что отсидится там. Подходя к деревне, его пугнула собака. Он, обходя по левую сторону, увидел дом. Дом был жилым, но хозяина не было. Осторожно обойдя вокруг жилища, Моисеев нашел лаз, через который можно было забраться в подпол и там дождаться, когда его перестанут искать. Ну, сохранился твой отец со мной под домом. Но, по-моему, с к этому моменту уже меня искать стали. Под домом просидел двое суток. На курточке так вот мокрый. Не ел, не пил. Потому что были обыски, потому что искали. Потому что везде были сотрудники. Были проведены мероприятия по подворовым обходам. То есть сотрудники учреждения по исполням наказания совместно с сотрудниками органов внутренних дел прочёсывали буквально всю местность прилегающую и расположенную рядом с правительственным учреждением. Сидеть в сыром подвале в осенние ночные заморозки было тяжело. Моисеев решил перебраться на чердак. Да и наблюдать сверху за деревней было удобнее. Поднялся на крышу, и там ещё двое суток присидел тоже. Ну, без питания я бы присидел, а без воды. Стала бы ощущаться нехватка воды в организме. Пить очень хотелось. Я соображал, что еще сутки, может, отцепление сниму, перестанут машины ездить, потом пойду дальше. Словно загнанный зверь, беглец наблюдал, как его ищут. Стоило ли бежать, чтобы сейчас сидеть в полузаброшенном доме голодным, замерзающим, одиноким? Ну, не скажите, это тоже свобода. Чтобы это почувствовать, тебе нужно просидеть десятку. Конечно, был я на свободном. Я говорю, ну, надо бежать в сторону Москвы. В Москве, говорю, на Казанском вокзале, там документы и всё, копейки стоят, и всё, и свободен. Я сижу здесь, замерз, как собака, мокрый. И мне никто ничего не укажет. Я сам себе свободен. Я внутренне свободен. Побежал в другую сторону. Но у нас, в Мухаммане, куда у нас прячешься? Где? Те же родственники в первую очередь выдадут и предадут. Когда он сбежал, мне все писали, родственники, знакомые, стали писать. Галя, осторожнее. Ваня убежал, возможно, в Москве. Может, он тебя хочет убить за то, что ты представляешь? Вроде пошла в милицию. Но я знала, что я всем им писала. Говорю, не бойтесь, меня он не убьёт. Он меня всегда любил. И затем он сбежал, что вот ему надо убить меня. Я не верила. То, что я знаю его, он был добрый. Но голод и жажда сделали своё дело. Моисеев решил позариться на и без того скудные запасы хозяина дома. Я спустился. На лавке были яблоки, взял. Два яблока и яички. Поднялось всё моё питание на четвёртые сутки. Именно эти несколько яблок и сыграли роковую роль того самого сыра из мышеловки. Убежище стало западнёй. Ловушка захлопнулась. Когда хозяин дома с города Старбеево приехал, обнаружил, что не хватает шесть яиц и несколько яблок. На пятые сутки мы лежали. Пять тысяч человек искал его четыре дня. Они все получили, грубо говоря, как минимум по дисциплинарному взысканию. А возможно, кого-то уволили и кого-то наказали, чего-то лишили. Прикиньте, днём и ночью искать человека, когда на тебя орут и говорят, ищи. Они все зны. Они все зны. Поэтому они... Я удивляюсь, что они его не убили. Они могли его и убить. Поэтому, естественно, то, что задержали, проводник колонии, просто повезло ему, что он жив остался. Сейчас Иван Моисеев отбывает срок в той же самой колонии строгого режима, из которой сбежал. За четыре дня свободы ему добавили ещё срок. Два года. Всего ему теперь сидеть 11 лет. Такая вот тюремная арифметика. Первоначально, я думаю, ему будет очень тяжело. Просто очень-очень тяжело. Действительно, если нельзя изменить ситуацию, надо изменить отношение к этой ситуации. В любом случае, жизнь продолжается. Я думаю, что он и это может преодолеть. Хотела бы попросить его прощения. За то, что я его не простила. За то, что я не езжу. За то, что я отказалась. И сейчас, когда всё это произошло, я поняла, что он мне очень дорогой. Что я его теперь не оставлю. В 8.30 утра. В колонии началась смена караула. До проверки заключённых полчаса. Плац был свободен. Но вертолёта нет. Шестаков понял, что-то в его плане пошло не так. Пошло всё не так. Вертолёт завис над колонией. Но не над 17-й, где их ждал Алексей, а над соседней, 12-й. Важалин и Русаков поняли, что заблудились, и приказали пилоту менять маршрут. Когда пилоту к затылку приставили дул пистолета, соответственно, это нормальная реакция. Он полетел туда, куда ему говорят. 8.45. Прапорщик охраны Татьяна Шлейник заступила на боевое дежурство. И вдруг шум. А за ним то, отчего даже она, опытная 40-летняя женщина, обомлела. Над колонией летел вертолёт. Слышал шум винтовки. Но я как бы не придал значения, что что-то такое может даже произойти. Татьяна тут же доложила в дежурную часть. Включился сигнал тревога. Всё чётко, по инструкции. А дальше произошло невероятное. Вертолёт снизился и завис над тюрьмой. Из люка вертолёта сбросили длинный верёвочный трос. Он почти доставал до земли. Счёт шёл на секунды. Прапорщик-шлейник скинула автомат. Они немножечко трос запутали. Я им сказал, снизится до 45 метров. Они снизились до 20. То есть, и когда верёвку скинули, получился большой такой-то клубок. Шестаков встал ногами на клубок и дёрнул трос на себя. Это была команда. Вертолёт стал подниматься. А если бы этот клубок распутался, короче, то есть, вот на всю вот эту длину мотка, короче, мне бы пришлось упасть. То есть, ну, как бы там сложилось, не знаю. Татьяна-шлейник видела беглеца в прицеле 5 секунд. 350 метров между ней и Шестаковым. Предупредительный выстрел в воздух. Но никто его не слышит в шуме винтов. Следующий по инструкции в беглеца. Она выстрелила. Я и говорю, что, то есть, подвирующийся мишень с 350 метров. То есть, была уверенность, что... У меня была уверенность. Прапорщик-шлейник промахнулась. Она хорошо знала инструкцию и следовала ей. Стрелять в вертолёт нельзя. Он может упасть на жилые строения. А секунды стремительно таяли. Татьяна прицелилась ещё раз. Но в следующее мгновение вертолёт скрылся. Были кадры, которые я видел, когда основные камеры, находящиеся на территории колонии. И отдать должное тому же навыку этого беглеца. Но прицепиться так быстро, за такой короткий период, на канат, и рискнуть подняться над колонией, это тоже... Надо иметь определённую смелость. Или в то же время держиться. Была уверенность, что... Не помнишь? Ну как? Я думаю, всё. То есть, было нормальное такое чувство, короче. Ну, я уже видел, когда уже он улетал. Вот этот момент. Эмоционально, знаете, что... Хватило духа у человека на такой поступок. Восторг и ликование среди заключённых сменились недоумением. Кто этот сумасшедший? Буквально проверка у нас проходила. И вот во время проверки уже было известно, что это он. Вертолёт, свисящий на тросе Шестаковым, полетел в сторону Вологды. А затем сел недалеко от окружной дороги. Основной ошибкой, наверное, осуждённого Шестакова было то, что вертолёт был направлен в сосредоточие основных сил, которые могут принимать участие в розыске. То есть, полетели преступники в сторону города Вологды, где и находились основные силы. Чтобы не попасть в руки полиции втроём, Шестаков предложил сообщникам на время разойтись. С условием, что через несколько дней, когда всё утихнет, они обязательно встретятся. Но это был блеф. Лишние свидетели побега Шестакову были не нужны. Любовь к свободе оказалась сильнее даже, чем любовь к Татьяне Важали. Информация о том, что вертолёт сел, и именно место, где он приземлился, она поступила буквально через 20 минут после начала розыскных мероприятий. То есть, соответственно, уже было определено место, где, возможно, находятся преступники. Приблизительно было известно их количество и то, что они вооружены. Во всех крупных населённых пунктах Вологодской области сейчас усилены меры патрулирования. Частично прошла информация, опять же, со слов жителей о том, что преступники разъединились. Часть из них села в машину, кто-то из преступников ушёл пешком. Уже через час после побега на всех трассах стояли патрули. На выезде из города они проверяли все машины. Двигаясь здесь по дороге нарядами, увидели, что идут мужчины, женщины голосуют, останавливают машины. Мы на расстоянии, как мне сразу сказали, покажите ваши руки, держите, чтобы мы их видели. Мы привозили сесть в патрульную машинку, немножко применили, как бы, в Матвее. Она немножко научилась, что вы не имеете право, что вы делаете. Она улыбнулась, когда у меня зубами было. Это резко, к примеру. Шахов Александр Александрович. Год рождения? 75-й. Судимость есть? Есть. Когда? За что? Не помню точно. Статьи? 162-я. 175-я. Фамилия и отчество? Важаемый Татьяна Владимировна. Год рождения. 76-й. Судимость есть? Конечно. Ну, все. А машина с Алексеем Шестаковым мчалась в это время в сторону Ярославской области. Ну, скажем так, я проехал два поста спокойно. То есть никто не остановил или просто никто не... Нет, остановили, открыли машину, посмотрели и пустили дальше. Третий пост проскочить не удалось. Ну, где-то стояли мы в Пирогово часа, наверное, три. Останавливали все машины, проверяли, работали, как обычно, по плану вулкан. Вот на одной машине, которую мы остановили, оказался пассажир. Пассажир вел себя странно. К тому же явно притворялся пьяным. Насторожили документы. Фотография и лицо пассажира явно не совпадали. Он уже был подозрением, у нас когда человек. То есть и когда вот произнес эту фразу, что доставайте наручники, он сразу трепенулся, как бы отпрыгнул вглубь машины. Я вот видел чекот гранаты. Вот тут, конечно, уже ехнуло сердечко. И отбежали, свою машину спрятали. Чтобы, думаем, сейчас если будет взрыв гранатный, чтобы прикрыться, а то сколько в своей машине патрульной? Прошло три секунды. Взрыва не последовало. Шестаков воспользовался заминкой. Мгновенно перебрался на переднее сидение и нажал на газ. Сотрудники ДПС открыли прицельный огонь по колесам. Но машина уже сорвалась с места. Ну и, в принципе, сразу открыли пальбу. То есть я еще только сел на заднее сидение. То есть у меня уже, в принципе, свистело с головой. Он доехал до знака грязной, отцепил машину и побежал в сторону. До строительной компании дороги. И он бежит где-то слева от нас, в сторону гаражей. В нашу сторону. Он управляет пистолет и такие движения делает, как будто бы он стреляет. Только движение вот такое. В нашу сторону. В гараже преследователи потеряли Шестакова. Тот перелез через ограду и попытался отобрать машину у кого-то из посетителей автосервиса. Но его самого чуть не задавили. Его сотрудник ЕС на охрану подбежал на прицеле. Кричал ему. Бростое оружие, ложись на землю! Все кричали, ничего не будет. Стрелять не будем, ничего бить не будем. Все кричали, то есть там с одной стороны, с другой, так как-то так, не быстро стоять. Беглеца уложили на землю. Надели наручники. Шестаков уже не сопротивлялся. Единственное, о чем попросил, покурить. Мы спросили его, ты ранен? Мы его спросили. Он сказал, да, я ранен. Живот мы загнули, мы посмотрели. Маленькая костякция. Но все равно по рации вызвали скорую. Дежурную часть. Фамилия и отчество? Шестаков Алексеев Иванович. Ладонь. Погиб, как все вышли? Рассказывается. И так бывает. Убежал один, а поймали сразу троих. На всех вместе получили 47 лет тюрьмы. Мы без комментариев. Назначить Шестакову в чудо-положении части 2-й статьи 58-го власти Российской Федерации наказание в виде 24-х лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Если сейчас нормально, скажи так, спасибо. Тихо. Что вы думаете, кто знает? Осужденный достаточно воодушевлялся при появлении интересующихся им сотрудников, представителей СМИ. То есть он сам себя считал в этом случае героем. Ну, вы представляете, такого никогда не было. Тем более в России. Столько случаев таких вообще. Не потому что попасть в историю. Вы все раздули такую прям, я не знаю. Мам, подъект, захват. Все значительно проще. Ну, прикольно же вышло. 24 года сидеть Алексею Шестакову. Когда он выйдет на свободу, ему будет 60. Его героиня Татьяна Важалина осуждена на 11 лет. Однако Алексей не унывает. Может быть, верит в новый полет. Когда пройдет этот срок, никто не знает, что будет завтра. Ну, побег будет еще этим? Я этого не говорил. Все будет хорошо. В Иркутской области разыскивают опасных преступников, которые сбежали из колонии строгого режима. Это произошло в поселке Марково под Иркутском. Как рассказали в областном управлении службы исполнения наказания, четверо осужденных сделали подкоп под забор. Сбежавшие зэки отбывали наказание за убийство и грабежи. За свои преступления бандиты получили от 7 до 25 лет лишения свободы. 4 месяца велись поиски беглецов. 12 подразделений МВД, ОМОН, СОБР прочесывали непроходимую тайгу площадью в несколько сотен квадратных километров. В зоне особого внимания оказалась не только Иркутская область, но и соседняя республика Бурятия. Чтобы не выпустить преступников из предполагаемого района и затянуть так называемую петлю поиска, были привлечены специалисты из Москвы. Поиски осложнял пресловутый человеческий фактор. Стало известно, что один из сбежавших преступников, Владимир Авдеев, бывший военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВДВ, обладает навыками выживания в экстремальных условиях. Правоохранители понимали, найти и обезвредить Авдеева будет непросто. ВЫСТРЕЛЫ 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 Спецназ ФСИН. К его помощи прибегают, когда остальные доводы исчерпаны. Когда преступника, сбежавшего из тюрьмы или колонии, не удается поймать сразу. Специально обученные и хорошо подготовленные профи тоже обладают неслабыми навыками элиты из воздушно-десантных войск, морской пехоты, спецназа ГРУ с опытом пребывания в горячих точках. Человеку с улицы попасть намного сложнее в подразделение. Необходимо пройти очень строгий отбор, где проверяются его не только физические качества, но и психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям. После этого он зачисляется стажером в подразделении. Через три месяца, если выдерживая стажерскую службу, мы зачисляем его в штат подразделения. Нашей съемочной группе удалось побывать на закрытой и самой секретной базе по подготовке спецназа. Ежедневные тренировки закаляют характер бойца. Спецназовец должен уметь выполнять задачи любой сложности и на любой местности. Все-таки основная опасность – это сами горы. То есть объективные причины, камнепады, погода, лед, снег. Да уж и человеку тяжело у них в горах. То есть это самая большая опасность на самом деле. Здесь каждый шаг может оказаться последним. Поэтому во время боевой операции в горах все действия спецназа точно рассчитаны. В основном работает снайперская пара. То есть наблюдатель и стрелок. Наблюдатель постоянно контролирует местность в зоне поражения. Если объект появляется, то есть есть фотографии, допустим, какие-то данные. Если подтверждают, что это ИОН, то если дают приказ на уничтожение, значит уничтожается. Этот боец старается не светить свое лицо. Снайперу не нужны лишние славы и внимание. От одного его выстрела может зависеть успех всей спецоперации. Первым на линию всегда выдвигается он, снайпер. А уже за ним следует группа автоматчиков. Мы не вправе выдавать все тайны спецоперации по поиску и захвату иркутских беглецов. Можем только сказать, что все делается профессионально и грамотно. 12 июня почти через месяц побега под стражу был взят первый из сбежавших. 27-летний Юрий Прохоров. Искусанный комарами и мошкарой беглый зэк прошел 300 километров по тайге, прежде чем решился выйти к людям и наняться на работу в коровник. Даже не за деньги. За еду. 4 июля на окраине Улан-Удэ взяли еще одного. 28-летнего Александра Рыбакова. При задержании он не успел оказать сопротивление. 26 июля был задержан третий беглец. Константин Павловец преодолел по тайге 500 километров от Иркутска до родного села Косойброд в Нижнеудинском районе области. Ночью он постучал в свой дом. Ему открыл отец. Они проговорили до самого утра. Это было нелегко, но отец все-таки сумел уговорить блудного сына добровольно пойти в полицию и сдаться. На допросе Павловец рассказал все в подробностях. Где скрывался сам и почему все четверо подельников разбрелись по тайге. В болоте прятаться. Все там закопались. Этот вертолет над нами уже там все. Ну, летает, летает, оттает, обдеев. Поднимается. И на хода. Ну, когда увидел, что их высаживают. А мы так и не вылазили из этой болотки. Сидели в этих кустах. На свободе оставался лишь 38-летний Владимир Авдеев, которого теперь уже не без основания можно назвать дерзким организатором побега и лидером группы. Петля поиска сужалась. Шансы преступника выскользнуть, остаться на свободе и выжить были практически сведены к нулю. Рано или поздно или он сам, как бы, там в тайге его, или дикие звери задерут, или он сам там, может, от обезвожения, или какие-то раны получит, травмы там серьезные, не сможет никаких медикаментов достать, там, начнет загнивать и от болезни улет, или в конечном итоге все-таки поймает. Так и случилось. Холод и голод выгнали Авдеева из тайги. Он сам вышел к людям. На заготовительный участок около поселка Большой Луг. Без документов и лишних объяснений нанялся в рабочие и решил затаиться до поры до времени. Не вышло. Чужака в тайге вычислили сразу. Взяли Авдеева рано утром. Оказать сопротивление преступник не успел. Операция по его захвату длилась почти 4 месяца, а закончилась в считанные минуты. Сейчас Авдеев дает показания. Ты намеренно их одних оставил? Нет, они сами потерялись. Ну, в тягости они те были, да? Да, мне не без разницы. Я их намерен, что пошли тебе с вами скрываться. Во время операции по захвату Авдеева спецназ обошелся без крайних мер и даже не применил огнестрельное оружие. Но можно не сомневаться, какими бы хитроумными и коварными ни были замыслы беглецов, ответ на их преступные действия всегда будет жестким и адекватным. Во всем мире нет таких тюрем, из которых заключенные не пытались бы сбежать. Но как бы гениально все не начиналось, финал всегда один. Преступников ловят и добавляют срок. Для тех, кто еще не понял, идеальных побегов не бывает.